Напоминаю, в прошлом ролике я рассказал о том, как приехал в летний отпуск к родителям из военного училища. Я, кстати, в самом начале ролика это имеет значение, взял в библиотеке книгу Ивана Ефремова «Лезвие Гридлы». И после ее прочтения мне стало ясно, что в этой книге, как говорится, между строк, изложена какая угодно идеология, но только не коммунистическая. Учеба в закрытом политическом бузе сыграла свою роль. И встал вопрос, что мне с этим делать. Мне, тогда уже коммунисту и будущему замполиту, было положено, как говорится, доложить куда следует. Доложить об идеологической диверсии, как тогда это называлось. И нужно добавить очень серьезной идеологической диверсии. Идеология просто потрясала свою глубину. Детальнее об этом лучше посмотреть в прошлом ролике. Он есть в подсказке и будет на конечной заставке. Сейчас, 35 лет спустя, я думаю, что очень большую роль сыграла, что эту книгу я прочел именно в начале отпуска. Он продолжался месяц, и у меня было время. Все, изучите, как следует обдумать. Первый вопрос, который я себе задал, понятно, был вопрос, что это за идеология. Было ясно, что эта идеология не либеральная или, как тогда говорили, не буржуазно-демократическая. Также было ясно, что эта идеология не христианская. Но если говорить об идеологической диверсии, то, понятно, в голову прежде всего приходили мысли об этих идеологиях. Но тогда какой была эта идеология? То, что эта идеология строилась на концепции реинкарнации, на использовании энергии кандарине, сразу наводило на мысль об индуизме. Но мне тогда уже было ясно, что это не индуизм. Хотя бы потому, что эта идеология исходила из того, что закон кармы не что-то естественное, а одно из главных проклятий нашего мира. Поскольку закон кармы за прикрешения в этой жизни накапывает слишком поздно, а это не уменьшает, а напротив увеличивает горе, боль и страдания, которых и так в нашем мире хоть отбавляй. Кроме того, в этой идеологии ясно просматривалась идея социальной справедливости. И в голову лезли мысли, что это какой-то специальный проект, разработанный западными советологами для того, чтобы изнутри подорвать веру в коммунистическую идею, которую в СССР в то время и так уже верили все меньше и меньше. Но если это так, то тогда было ясно, что эта идеология должна просматриваться не только у Ефремова, но и у других писателей. И прежде всего в голову приходила мысль об его учениках, у братьев Стругацких. Впрочем, в процессе чтения лезвия бритвы у меня практически сразу возникло чувство, как говорится, дежавюк, что я об этой идеологии читаю уже между сроками в первый раз. И мне нужно просто повспоминать, где я о них читал раньше. Пожалуй, нужно добавить, возникало чувство, что я уже читал об этой идеологии, но в силу тогда еще моей недостаточной подготовки просто этого не воспринимал, этого не понимал. В общем, работая себе на месяц, нашел очень много и весь отпуск трудился более, чем интенсивно. Сначала я перечитал пару книг Стругацких и понял, что у них тоже, безусловно, между срок просматривается именно эта идеология. А вот дальше, так сказать, ожили воспоминания. Сознание, видимо, настроилось на такую работу. И я начал не столько читать, сколько вспоминать. В моей памяти в те годы была интересная особенность. Я запоминал каждую прочитанную книгу очень близко к тексту и мог ее почти дословно пересказать. И в те годы эта моя особенность памяти получила развитие. Кто помнит, какой дикий книжный дефицит был в СССР, тот меня поймет. И мне своим товарищам приходилось часто просто пересказывать прочитанные книги. И часто послушать, как я пересказываю книгу, собирался весь двор, а то приходили из других дворов. Сейчас статья тоже неплохо помню прочитанные тексты, но уже не так хорошо. Видимо, возраст все-таки сказывается. И, как я уже сказал, несмотря на еще весьма юный возраст, я на тот момент уже прочел несколько тысяч книг. И мне было, о чем поспоминать. На выходе мне стало ясно, что эта идеология просматривается не только у Ефремова и Стругацких, а у массы советских писателей, причем составляющих золотой фунт, не только советской, но и мировой литературы. Ну и понятно, кое-какие книги я перечитал, чтобы убедиться, что не сошел с ума, извиняюсь, и убедился, что не сошел. Как было все это понимать? Мы, что все эти писатели-шпионы, это был бред, это было очевидно. Но, как ни странно, даже не это было главное. Я понял также, что эта идея просматривается и у массы западных писателей, и тоже самых лучших, тоже составляющих золотой фонд мировой литературы. И тогда же я понял, как много Иван Ефремов заимствовал у Герберта Уэллса. Самое же главное, что Герберт Уэллс, что другие великие западные писатели пиарили эту теорию тоже между строк. Так получилось, что именно в этом выпуске мне попался первый перевод, тогда немного сокращенный. В первой части трилогии Толкиена, Властелин колец, Хранители. Но у Толкиена я тоже между строк увидел эту идеологию. Только она у него была замаскирована не под коммунистическую, как у Ефремова, а под христианскую. В общем, все было, как в той старой русской пословице. Чем дальше влез, тем больше двух. И получалось, что если это идеологическая диверсия, то это идеологическая диверсия не против Советского Союза, а против всей нашей планеты. Самое же главное, я не увидел в этой теории ничего плохого. И чем больше читал и тем больше думал, тем лучше понимал писателей, которые ее пиарят. Я понимал, что они ее пиарят не за страх и не за деньги, а за совесть. Но я сам пришел ответ на вопрос, что делать, в смысле докладывать куда следует или нет. Стало ясно, что я столкнулся с чем-то очень серьезно. И прежде всего нужно ответить на вопрос, с чем я столкнулся и с кем. Что это за идеология, кто за ней стоит и почему она во всем мире пропагандируется тайно. Равно как стало ясно, что пока я не получу ответы хотя бы на некоторые свои вопросы, эту работу лучше не афишировать. Собственно, думаю, именно тогда, в конце вот этого курсантского летнего отпуска, эта работа и стала главным делом моей жизни. И вот остается им уже 35 лет как. За много лет эта работа позволила мне очень многое открыть, многое понять и очень ко многому прийти. Честью этой работы и стал мой роман «Темное пламя», о чем я сейчас вам рассказываю. Вернее, о котором я сейчас вам рассказываю. Впрочем, мои каналы на ютубе и дзене тоже проявления данной работы. Добавлю, у меня было немало публикаций об этом, скажем так, и до интернета. А я давно печатаюсь. Я был период, даже издавал свою газету. Вернее, газету моего фонда «Арестун», «Лезвие бритвы». И понятно, что я газету далеко не случайно назвал «Лезвие бритвы», а фонд далеко не случайно назвал «Арестун». Деньги на эту газету мне дали мои коллеги, независимые норвежские экологи. Ну и с вашего позволения данный разговор мы продолжим в следующем ролике. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Кемин, вы видите на конечном заставке. Думаю, учитывая тот факт, что ролики у нас публицистические, а не художественные. Плюс это у нас первый ознакомительный разговор, так сказать, разговор прикосновения. Мне не нужно выдерживать интригу, что за идеологию я обнаружил между строк у массы писателей, составляющих золотой фонд мировой литературы. Хотя мне здесь есть что рассказать, я эту работу я видел много лет. Я уже в принципе раньше сказал, что между строк эти писатели пиарили ноосферное мировоззрение, вытекающее из теории шестимерной вселенной Роберта Бартини. Напоминаю, Роберта Бартини я кратко рассказал в ролике о моем романе Роберта Бартини. Кроме того, на нашем канале есть и специальный большой мой ролик об этом. Он так и называется, Роберт Бартини. Кстати, напоминаю, как выглядит роман. Ролик Роберта Бартини будет в подсказке. Ролик о моем романе Роберта Бартини будет на конечной заставке. Там же я затронул вопрос о тайном обществе диск, которым в Советском Союзе руководил Бартини, и в которое входили указанные советские писатели. Но и думая о тайном обществе диск, нам нужно уже поговорить немного подробнее. Первыми и пока последними о тайном обществе диска написали супруги Бузиновские в 1994 году в своей книге Ро. Понятно, не художественная, а публицистическая книга. Ро они назвали Роберта Бартини, но эта книга, увы, осталась незамеченной ни читателями, ни литературным сообществом. Ну и понятно, много лет это данная тема еще никого не интересовала. Но в 2007 году они издали новую книгу об этом же, книгу Тайна Воланда. И вот ее судьба оказалась прямо противоположной судьбе книги Ро. Она стала бестселлером и привлекла очень большое внимание что литературоведов, что других ученых, что просто читателей к судьбе Роберта Бартини, но и понятно к тайному обществу диск. Добавлю, в том числе она привлекла и мою внимание. Именно эта книга поставила точку в тех многолетних исканиях, что за идеологию пиарят писатели между строк Тайна в своих книгах. Эту работу, как я сказал, я вел очень и очень много лет. Вот как выглядит книга Ро, вот как выглядит книга Тайна Воланда. И есть вопрос, откуда Базиновские взяли информацию о тайном обществе дисков. Сергея, увы, уже нет с нами, но с Ольгой мне удалось писаться, в интернете кое-что ровное. Основой их работы стала дешифровка книг Елены Чудиновой. Она дочь биографа Ивана Ефремова. И она тоже писатель, автор художественных произведений и специализируется в социальной фантастики. Вот как выглядит Елена Чудиновой. А вот как выглядит ее самая известная книга «Мечеть Парижской Богоматери». Главной же книгой для их дешифровки стал ее роман Эпопея «Держатель знака». Вот он как, вот как он выглядит. Должен признаться, что я к тому времени уже прочел «Держатель знака», но стаду своему так и не понял, что в нем речь идет о тайном обществе диска. Не понял, поскольку Роберта Бартини в этом романе нет. Это происходило еще до Роберта Бартини. События книги происходят еще до Роберта Бартини. Они происходят в Советском Союзе. Вернее, еще в Советской России в годы Гражданской войны. И думаю, мне здесь нужно повторить мысль, которую я вскользь уже высказывал. Похоже, Роберт Бартини таки не создавал тайное общество в СССР, а он только его возглавил. И именно с этой миссией возглавить тайное общество диска он и приехал в Советский Союз. Напоминаю, по-бузеновским диск очень мощная, международная, тайная организация. И на Западе, по их мнению, ею руководил Герпер Тойлз. Понятно, после этой переписки я перечитал «Держатель знака». И на этот раз извлек из него куда больше информации. Информация, незамеченной при первом прочтении. Конспирологическая деятельность диска далеко не исчерпывается только литературной деятельностью. Она намного вышла. По сути, это та деятельность, которую братья Стругацкие, тоже, кстати, члены диска, называли прогрессорской. Только за диском стоят не инопланетяне, а за ними, по-бузеновской, стоит некая совсем другая осида. Ну а то, что я скажу дальше, с первого взгляда напоминает брид. Искажая это лет 25 назад, я бы на 100% оказался в психушке. Но сегодня, к счастью, уже есть вполне научные данные, пользуя этих бредовых мыслей. Диск, согласно данной книге, был создан в древнем Египте. И самое главное, его члены постоянные. Они состоят в диске уже много тысяч лет. Как такое возможно? Очень просто. Они не просто верят в реинкарнацию. Они знают, что она есть. И давно уже овладели реинкарнацией. И на невероятных уровнях. Напоминаю, то, что ноосферное мировоззрение строится на концепции реинкарнации, я понял еще в ранней области, когда прочел роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Эпопея держатель знака же подтвердила данную мою догадку, скажем так, аж на тысячу процентов. Кто знает, что такое регрессивный и прогрессивный гипноз, а оба вида гипноза уже научные факты, тот знает, что они якобы позволяют пробудить память о прошлых и память о будущих жизнях. А это, помимо многого прочего, позволяет получать информацию из прошлого и из будущего. Причем получать на невероятных, можно сказать, фантастических уровнях, которые, понятно, современной науке не снились и близко. Вообще оба вида гипноза, кстати, есть еще и третий вид. Все чаще называют медитацией. И правильно называют. Кстати, о медитации мы поговорим еще подробнее, когда будем детальнее рассматривать ноосферное мировоззрение и, самое главное, научную парадигму из него вытекающую. Но это потом дискомцам же овладение реинкарнацией позволяет умирать, когда им это нужно, и когда им это нужно возрождаться в новых делах. Не больше и не меньше. Кстати, они также владеют, скажем так, искусством автоназии, тем самым, которым в часе быка Ивана Ефремова инженера Тайли научила Файротис. Для чего им это нужно? Об этом позже. Но именно поэтому они могут состоять в диске много тысяч лет. Бред, скажете вы. И зря. Научные исследования и реинкарнации, а также людей, прошедших в состоянии реанимации, хочешь не хочешь, заставляют относиться к этому серьезно. Лично меня в этом плане больше всего интересуют исследования двух ученых. Американского Яна Стивенцова и британского, самого парня. На этом мы сегодня, думаю, закончим. Повторяю, это первый ознакомительный разговор. Я пока не хочу сильно углубляться в этой теме, но мы продолжим. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Перед тем, как перейти к рассказу о ноосферной идеологии, вытекающей из теории шестимерной вселенной Роберта Бартини, я хотел бы, насколько это возможно, остановиться на персональном составе тайного общества диска. На нем довольно подробно остановились супруги Бузиновские в «Тайне Волонда». И я этот момент уже раскрыл в своем ролике Роберта Бартини. Поэтому давайте просто посмотрим фрагмент. Сегодня я хотел бы поговорить об удивительном человеке. Роберто Оросе Ди Бартини или Роберте Бартини. Таким стало его русифицированное имя. Этот человек, итальянский эмигрант, во многом определил лицо Советского Союза, как лицо самой ведущей в мире державы в области авиации и космонавтики. Кроме того, он внес большой вклад в формирование нового и очень интересного мировоззрения, ноосферного мировоззрения. Этот вклад по всему даже существенно больше, чем вклад известных людей, которые над ним работали. Эдуарда Леруа, Теяра де Шардена, Владимира Вернадского, ученых-космистов. Он создал новую модель Вселенной. Так называемую шестимерную модель Вселенной. И он, естественно, дал этому очень серьезное научное обоснование. И, в частности, он доказал, ни больше, ни меньше, что, исходя из этой модели, возможны путешествия во времени. Кроме того, видимо, он возглавлял в Советском Союзе такое тайное общество диск, в которое вошли очень многие советские писатели, составляющие цвет, что советской, что мировой литературы. Вот их предварительный список. Вернее, приблизительный список. Он восстановлен супругами Бузиновскими на основе анализа их творчества. Своей книге «Тайна Воланда». Максимилиан Волошин, Владимир Маяковский, Александр Грин, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Сигизмунд Кржижановский, Алексей Толстой, Леонид Леонов, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Евгений Шварц, Иван Ефремов, Лазарь Лагин, Николай Носов, Генрих Альтшулер, он писал под псевдонимом Генрих Альтов, Юрий Долгушин, Александр Полищук, Петроний Аматуни, Илья Ильф, Евгений Петров, Владимир Набоков, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Александр Волков. Это писатели, благодаря которым в мировой литературе образовалось такое уникальное и не имеющее аналогов в истории явление, как советская фантастика. Как видите, это писатели, составляющие золотой фонд, что советской, что мировой литературы. И самое главное, составляющие золотой фонд, что советской, что мировой научной фантастики. И, кстати, это далеко не полный список. Я продолжаю работать над этим вопросом, и недавно даже о творчестве двух писателей, которые, на мой взгляд, тоже являются членами тайного общества «Диск», издал публицистическую книгу. Плеолист с моими рассказами об этой книге будет на конечной заставке, я уже начал рассказывать об этом на нашем канале. В СССР среди шибко умных людей было мнение, что научная фантастика – это не серьезная, развлекательная литература, и уважающие себя люди такую литературу не читают. Хотя, конечно, с самого начала было ясно, что это ахинея от начала и до конца. Что научная фантастика, что просто фантастика, что фэнтези, что любой художественный вымысел – это только художественный прием, позволяющий лучше, ярче, нагляднее показать действительность. Но я хорошо помню, что даже этот официально признанный литературовидением аргумент насильно в умных людей в Советском Зоюзе совершенно не действовал. Например, известный советский писатель-фантаст Кир Балычев много лет скрывал свое настоящее имя – Игорь Можейко. Именно из тех соображений, что среди сильно обумных людей писателям-фантастам было быть ужасно непрестижно. Я должен сказать, что этот идиотский, другого слова нет, взгляд на фантастику в значительной мере сохраняется и по сей день. Кстати, добавлю, Кир Балычев точно не был членом диска. На самом деле научная фантастика – это, безусловно, уникальнейшее явление, что в мировой, что в российской литературе. Оно возникло где-то во второй половине XIX века, и оно сделало невероятно много для прогресса человечества. Самое же главное, что в фантастике, а также в ряде произведений фэнтези закодировано ноосферное мировоззрение. И именно поэтому к ней нужно относиться очень и очень серьезно. Я уже несколько лет думаю о том, как перейти, собственно, к разговору о ноосферном мировоззрении. И давно уже пришел к убеждению, что без опоры на научную фантастику, и прежде всего на советскую научную фантастику, мне не удастся перейти к разговору. Мне просто не удастся сделать иначе этот разговор людям интересным. Мои опыт работы на дзен наглядно показывает, что людям сейчас все вернее опять становится интересной коммунистической идеей. И многие мои теоретические статьи на дзене набирают уже весьма и весьма хорошее количество дочитываний. И особенно люди впечатляют, для них это как выяснилось откровение, что так называемый научный коммунизм не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Счастью, в наше время я могу уже детально объяснить, насколько чудовищно Иосифом Сталином и его подручными в 1933 году было изуродовано коммунистическое учение. И мой ролик об этом, почему у Путина не получилось поднять Россию с колена или что такое политоризм, набирает все большее количество просмотров. Он вводит на конечные заставки. И значение возвращения нашей страны к настоящей ленинской коммунистической теории невозможно переоценить. Фактически с середины 30-х годов настоящее коммунистическое учение буквально вытравливалось. Из сознания народа в нашей стране. Но ведь нужно помнить еще и другое. С 20-х, 30-х годов уже прошло очень и очень много лет. И самое главное, все это время коммунистическая теория была в полном загоне. Вначале номенклатуру полностью устраивал научный коммунизм, поскольку он позволил и паразитировать на население СССР. А теперь же он ей стал просто не нужен. И трудно поверить, но в КПРФ по сей день не появилась идеолога, который не только бы разоблачил научный коммунизм. Это почему-то приходится делать не. Но и адаптировал коммунистическую теорию 19-го века, а также 20-х, 30-х годов, 20-го века к современным реалиям. Ведь вдумайтесь, начиная с начала 20-го века, коммунистическая теория застыла на месте и совершенно не развивается. Правда, появился Николай Платошкин с его новым социализмом. Это, безусловно, новое слово, влево идея. И он сумел сделать эту свою идею нового социализма популярной. Но чем больше я с ней знакомлюсь, с его теорией, тем больше склоняюсь к тому, что было бы лучше, если бы он не появлялся. Наверное, профессиональному дипломату лучше было бы заниматься все же международными отношениями, а не листь вопроса идеологии. Так или иначе, я уже сказал, что я считаю ноосферную идею дальнейшим развитием идеи коммунистической и вообще левой идеи. И в следующем ролике, я думаю, начать пока осторожный, так сказать, разговор прикосновения об этой идее. Но сразу должен сказать, даже этот первый, предварительный разговор, думаю, будет очень непростым. Дело в том, что коммунистическая идея, как и либеральная, впрочем, это дериваты христианства. А вот ноосферная идея действительно антихристианская. Более того, эта идея богоборческая. Но об этом мы детальнее поговорим в следующем ролике. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Напоминаю, этот ролик о моём романе «Тёмное пламя». Точнее, о парадигме, которая лежит в его основе. О ноосферной парадигме или о теории шестимерной вселенной Роберта Бартини. Ссылка, по которой можно приобрести электронную версию моего романа, будет под роликом. В прошлом ролике я отметил, что ноосферная идея не только нехватывается, антихристианская, а она, напротив, антихристианская. Более того, эта идея богоборческая. Но в нашей стране только специалисты знают, что такое богоборчество. Более того, в нашей стране только специалисты знают, что такое инферно. А это то, из чего вытекает богоборчество. Правда, в некоторых своих роликах я уже останавливался на этом. Но думаю, нам пришло время остановиться на этом поподробнее. Инферно это синоним слова ад Та самая гиена огненная, о которой так много говорят, в том числе и православные люди Но дело в том, что в нашем случае об этом нужно знать несколько больше Я не знаю, существует ли рай и ад, но с позиции ноосферного мировоззрения Наша жизнь мало отличается от адской Ноосферное мировоззрение исходит из того, что жизнь в нашей реальности инфернальна Ну, на мой взгляд, лучше всего это удалось сформулировать Ивану Ефрему в романе «Лезвие бритвы» Лучше я эту цитату зачитаю Получить лучшее, создать совершенство природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых То есть через страдания, наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ Это первый изначальный принцип всей природной исторической эволюции И он изначально порочен Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину Должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни И если бы был создатель всего сущего, тогда это его грех Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания А не увеличении его, какая бы цель ни ставилась Потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания В романе «Час быка» он становился на этом куда детальнее Там он это назвал теорией инфернальности Хотя и подчеркнул, что это не теория, а свод статистических наблюдений на нашей земле Над стихийными законами жизни и особенно человеческого общества Все мы со школьных лет знаем о теории естественного отбора Дарвина Но мало кто из нас задумывался Насколько законы естественного отбора чудовищная вещь А во-вторых, что может быть еще более важна Насколько эта вещь малоэффективная В свое время принцип «выживает сильнейший» в наше время, впрочем, тоже Был признан фашистским и признан совершенно справедливо Но ведь законы естественного отбора как раз и построены на этом принципе Выживают сильнейшие И это еще полбеды Самое главное – они работают миллиарды и миллиарды лет То есть совершенствование биологических видов идет невероятно медленно И по мере развития страдания не только не уменьшаются, а напротив увеличиваются Для того, чтобы эффективно выживать в нашем мире, нужно иметь развитые чувства А значит, нужно чем-то совершеннее, тем лучше, в том числе, чувствовать и боль В результате более развитые существа чувствуют боль куда сильнее, чем менее развитые Добавьте к этому, что над каждым из нас висит смертный приговор Мы все привыкли и претерпелись к этому Мы говорим об этом философски Все мы смертны Но только мало себе, мало кто отдают себе отчет Насколько же чудовищно это выражение всем и смертны И мы это понимаем только тогда, когда теряем близких людей Потом опять забываем Но фокус в том, что от этого, это выражение не становится менее чудовищным И все это продолжается миллиарды лет Я уже сказал, естественно, отбор невероятно малоэффективен Для его работы нужно минимум несколько десятков тысяч лет Но чаще миллионы и миллионы лет И вытащить ли, естественно, отбор нас когда-нибудь из инферно, не знает никто Но асферное мировоззрение не исходит из коммунистического принципа Что светлое будущее неизбежно С его позиции возможны разные варианты социальной эволюции Варианты, в том числе и варианты, сохраняющие инферно И более того, инферно усугубляющие У Ефремова показан такой вариант в романе «Час быка» Планета Торманс Впрочем, таких вариантов действительно настоящей научной фантастики показано уже очень и очень много Именно поэтому Иван Ефремов в романе «Час быка» Законы нашего мироздания практически открытым текстом назвал фашистским И есть вопрос, кто в этом виноват И по чьей вине так должны жить не только люди, а все живые существа Иван Ефремов не случайно подчеркнул И если бы был создатель всего сущего, тогда это его грех Ибо мыслящим существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его Какая бы цель ни ставилась Потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания То есть, если Господь Бог действительно существует, то ответственность за фашистские законы нашего мироздания лежит только на нем И именно из этого и вытекает необходимость богоборчества Историкам хорошо знакомо понятие наивным монархизм – вера в доброго царя В свое время на Руси это формулировалось так – царь хороший, бояре плохие Так случилось, что наша страна тоже недавно прошла через веру в доброго царя И то, что в роли этого доброго царя был президент Путин, в принципе, ничего не меняет Но однажды народ понимает, что не может царь быть хорошим, если бояре плохие И применительно к президенту Путина, сейчас Путин, в нашей стране часто происходит прямо у нас на глазах Приходит народу это понимание Вера в доброго Бога имеет те же корни, что и вера в доброго царя Но однажды народ тоже неизбежно задается вопросом Может ли Бог быть хорошим, если его мир такой плохой? И в истории так было очень много раз История богоборческих религий очень старая И их было очень и очень много Правда, мы с вами об этом не знали В силу, скажем так, советской системы образования И некоторые из этих религий дожили до нашего времени В частности, я уже отмечал, что до нашего времени дожила гностическая религия Но и здесь, наверное, пора объяснить, что такое богоборчество Богоборческие религии исходят из того, что тот, кого в том числе и православные люди Держат за символ добра, Господь Бог ни разу не символ добра А напротив, он преступник и он законченный подонок И именно на нем лежит ответственность за инфирма Но и, понятно, они призывают бороться с властью такого бога Вот отсюда и богоборчество И они учат тому, как это делать Суть настицизма, например, в Хносисе В тайном знании Которое делает человек равным богу по могуществу Вопрос о том, что это за знание, очень непростой Но суть его, в принципе, такая же, как та суть, скажем Которой учит в Индии йога, а на Дальнем Востоке боевые искусства У Ивана Ефремова в романе «Час быка» это называется Овладением способностями прямого луча Надеюсь, мы однажды сможем поговорить с вами об этом куда поподробнее Но пока у нас первый ознакомительный разговор Пожалуй, на этом я сегодня закончу Если понравился ролик, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите на конечных заставках Напоминаю, в этом цикле роликов я рассказываю о мировоззрении Которое легло в основу моего научно-фантастического романа Темное пламя О ноосферном мировоззрении Вот как выглядит обложка романа Ссылка, по которой электронную версию романа можно будет приобрести Будет под роликом Итак, думаю, нам пора приступить к разговору о том, что с позиции ноосферного мировоззрения Смерть Наша с вами физическая смерть Это далеко еще не конец всего Точнее, это не конец нашей личности С позиции ноосферного мировоззрения Наше я сохраняется после физической смерти И думаю, нам здесь нужно поговорить об этом подробно Полагаю, я не уложусь в один ролик Начнем этот разговор У Роберта Бартини не было философских работ Только работы по физике По теоретической физике Но после его смерти был обнаружен его киносценарий Цепь Которым он подробно рассказал о реинкарнации Достаточно четко между строк То, что наша жизнь построена на реинкарнации Читается и у писателей Членов тайного общества диска В их книгах Думаю, позже мы поговорим об этом подробнее Кстати, Олесь Бирник в романе «Звездный корсар» Написал об этом, о том, что жизнь строится на реинкарнации Открытым текстом Написал он это еще в Советском Союзе И написал он об этом в данном романе довольно подробно И очень многие считают, что именно за это А не за работу в Херсенской группе Ему пришлось заплатить годами тюрьмы Так называемая советская власть ревностно Стояла на защите материалистической доктрины Я не останавливалась здесь ни перед чем Но факты, как известно, вещь упрямая И сегодня в распоряжении человечества уже очень много фактов Пусть и косвенных фактов Но зато вполне научных И научно свидетельствующих о том, что смерть – это не конец всего А жизнь в нашем мироздании строится на реинкарнации Собственного науки этот процесс пошел в 70-х годах 20-го века После выхода книги американского врача-реаниматора и психолога Реймонда Молли Книги «Жизнь после жизни» Вот одна из заблужек этой книги И неудивительно, что первым на основе науки усомнился в том, что смерть – это конец всего именно врач-реаниматор Клиническая смерть после того, как врачи научились оживлять людей после нее Принесла сразу много и очень много сюрпризов И более чем впечатляющих сюрпризов И эти сюрпризы, понятно, не были секретом для специалистов Реймонд Молли просто первый, кто решился все это открыто опубликовать Самое убедительное здесь – поддающиеся объективной проверке к тому же Это так называемый опыт вне тела Именно он больше всего в свое время и шокировал врачи Но табу было наложено И было оно наложено не только в СССР Введения больных, прошедших клиническую смерть, практически сразу, сходу, были объявлены галлюцинациями И любой врач, который официально посмел бы в этом усомниться Вполне мог заплатить бы за это своей карьерой Но однажды один врач такой нашелся, как я сказал, этот самый Реймонд Молли И он посмел нарушить это, не официально это было Он просто проанализировал рассказы людей, прошедших клиническую смерть И сделал очевидные, напрашивающиеся, сами собой, выводы Имеются в виду выводы на основе того, что люди видели после смерти на том свете На том свете, без кавычек Выводы же здесь таковы Независимо от своих представлений от смерти Неважно, каких материалистических, различных, религиозных, по ту сторону смерти Люди видят совершенно одинаковые картины Значение также имеет то, сознание человек в момент клинической смерти или нет Если он без сознания, то он, понятно, ничего не видит По этой причине данные видения бывают только у 20% людей, прошедших клиническую смерть И в свое время это, кстати, считалось очень веским аргументом против Что раз не все видят, значит, это галлюцинация Третьим фактом стало то, что все люди, прошедшие через посмертный опыт Кстати, это официальный термин Безоговорочно перестают верить в смерть Они раз и навсегда начинают верить В то, что смерть это не конец всего, а напротив Начало чего-то нового Впрочем, здесь, наверное, и правильнее будет сказать Не начинают верить, а начинают знать Но и понятен вопрос, что же люди именно видят после смерти Каковы они, эти указанные видения Но об этом мы, с вашего позволения, поговорим в следующем ролике Если понравился ролик, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите на конечной заставке